Стоит город-городок по прозванию Сердач. Люди здесь живут добрые, а зырчие, характером крепкие, веселые. На работу свою любишь. Город этот называют столицей Припьянье, потому как это единственный город на речке Пьянье. Отчего так речку прозвали? Да течет она с поворотами, шракается то вправо, то влево, будто пьян. Самая единственная речка в мире и даже в книге рекордов мира саукасных. От истока до устьев всего 60 километров, а длина речки в 7 раз больше. А название Сергача никто уже не знает, откуда пошло. По одной из легенд давным-давно стояла на месте Сергача Чесовенька в честь преподобного Сергия Радонежского, что Дмитрий Донцов благословил перед битвой на поле Куликова. Вот по имени Чесовенька сначала деревеньку, а потом уже город прозвали Сергачом. И точно, очень почитается в наших местах всей Гордеи. И вот, что Дмитрий Донцов благословил перед битвой на поле Куликова. Дмитрий Донцов благословил перед битвой на поле Куликова. То и к царскому двору такие лапки не стыдно было бы поставить. Плести их умели все, отмана до великой. Девочки еще ходить не умели, а уж слабыми своими ручонками сплетали себе и братьям лопаточки на первый шажок. Лаптей, клялись, только что воссали их возили на Ниждоровскую яру. В 17 веке впервые встречается официальный Сергача как населенного пункта. С этой поры Сергач становится центром паташного производства. Паташ – это по-научному карбонат калия. Использовали его тогда при производстве мыло-тостекла. Тысячи и тысячи крестьян валили и жгли лес, добывая из золы паташ. Лучше Сергачского паташа в тогдашней России мы делали и везли его многие и многие пуды в Голландию, Англию и Германию. Был у Сергача еще один промысел. И издревле край здешний славился обилием медведей. По указу их дивины второй медведя даже на герб Сергача поместили, когда он городом стал. Местные жители приносили из лесу медвежат и дрессировали их долгими зимними вечерами, когда в паташном промысле наступал перерыв. Целое представление давал медведец. Танцы с бубном показал, как малые ребята горох воровали, как у Мишки с похмелья голова болит, как по обедню служил, как теща и зятю блины пекла угорело и повалилось, как девки из зеркала смотрятся, как под женихом закрываются, как их же из-под ручки высматривают. А коли поднесут медведю жбан с пимом и вино, он выпьет, жбан отдаст и поклонится. Сказывали даже, будто французы, плененные возле спаленной Кутузова в Москве, когда их доставили в Сергач, лично видывали целый литвежий бакальон. Это им хитрые сергачские мужики показывали, как козолапые палку, мультторожьем скидывали, дословно, нигеря на пузе-короде. Ходили с этим репертуаром сергачане по деревням, селам, да по ярмаркам России, до Урала и Кавказских гор, да и в Европу ухаживали, и в Англии, и в Италии русских медведей помнят. Вернувшись, мог ли ей показывать, как английские лорды в парламенте делаются, как итальянцы в спагетти друг на дружку мешают, как толстые немецкие бюргерши книг сам делаю. Удивительно то, что мужики сергачские не только до Европы добирались, но и домой всегда возвращались. Настолько вот родной сергач любил. А в прошлом веке стал славен сергач еще и своим сахаром. Построили здесь один из крупнейших сахарных заводов, да еще и самый северный в нашей стране. Освоили сергачами новое сложное производство, кормили сахаром и область родную, и соседи. А сахар-то он тут помогал, но к питанию. Стало быть, сахар сергачский, это первое средство для рождения умных мыслей. Вот и выходит, что вовсе Михлеб осахар всего голова. Вот только не всегда он думать помогает. Появился у завода в 2010 году новый хозяин. Сначала обещался устроить сладкую жизнь, а потом и позабыл про завода. А как вспомнил, собрался продать его, по частям на металлолом порезать. Только не учел он, что сергачане, люди решительные, за себя, за дело своей жизни постоять смогут. Подстояли за воду, в полу земли, выдержали и стали ждать весну. А весна, она, как известно, всегда после холодной и злой зимы приходит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В крыше одноэтажных домов узкие улочки, купола церквей, а вдали широкие поля и густые леса. Но у каждого города есть что-то особенное, и это что-то выделяет его из общего ряда, становится его сердцем и душой. Старинный город Сердач в Нижегородской области не исключение. Когда-то слава о нем распространялась по всей России благодаря поташной соли, добротным локтям да ученым медведям. В наши дни эту задачу выполняет сахар, который получают из сахарной свеклы, которую в свою очередь выращивают на местных полях, а затем перерабатывают на Сердачском сахарном заводе. В 2017 году этому предприятию исполняется 50 лет. Сюда, на так называемые кагатные поля, свозят новый урожай сахарной свеклы со всего Сердачского района. Тянется вереница грузовиков. В общую очередь выливаются и машины с заводских полей, и большегрузы местных фермеров. День за днем растут, поднимаются к небу высокие кагаты сахарной свеклы. Сезонный пуск состоялся, работа закипела. Несколько толчков грейдера и крепкие корнеплоды скатываются в бетонный желудок, а водяной бурлящий поток уносит их к производственным цехам. В течение трех месяцев технологическая цепочка не имеет права прерваться ни на минуту. Переход с ремонтного периода и переход на сезонный график работы, в принципе тяжелый график, намного тяжелее, чем ремонтный период. Потому что ночные смены, авральные работы, постоянно что-то может случиться. Все механизмы налажены, агрегаты запущены, каждый работник на своем месте. За сутки необходимо переработать более трех тысяч тонн сырья. Для сахарной свеклы это означает, что прохлада осенних полей сменится шаром производственных процессов. Поступающие по желудку плоды попадают на мойку, где растворится в воде их последняя связь с землей. Далее белоснежные овощи поднимаются в свеклорецку. Нашинкованная соломкой овощная масса спешит по ленточным транспортерам специальные диффузные аппараты. Именно там из свекловичной стружки выжмут все соки, содержащие сахар. Обработка известковым молоком и углекислым газом помогает удалить бактерии. На стадии выпаривания при высоких температурах сок постепенно превращается в сахарный сироп. На каждом технологическом отрезке работники лаборатории производят контрольные исследования. Ну а в вакуумных агрегатах, куда перетечет сироп, ему помогут приобрести свою кристаллическую сущность. Затем коричневую зернистую массу, которую на профессиональном языке называют утфель, подготовят к финальным процедурам. Еще одна важная манипуляция – это сушка кристаллов сахарного песка и последующее отделение его от сторонних примесей. Наконец, долгожданный финиш. Чистый сахар струится, искрится и переливается в лучах света. Осталось только заглянуть в цех пособки, где ласковые руки приемщиц запакуют продукцию в мешки и отправят на склад. А вот и один из работников завода Владимир Шашкаров спешит на свое рабочее место. Сладкие помещения начинают наполняться сахарным песком, а это значит, труд грузчика востребован. Но заводской склад давно уже превратился для этого человека в тренажерный зал. Владимир регулярно принимает участие в различных марафонах – 10, 15 и даже 42 километра. Марафонцев, конечно, в России хватает. Только у Шашкарова, как и у его родного города, есть отличие – это сахар. Спортсмен бежит с 25-килограммовым мешком родного сахарного песка за спиной и финиширует далеко не последним. Сладкие кристаллы помогают устанавливать рекорды и прославлять имя завода. Сам же он считает, что сергачский сахар в рекламе не нуждается. Наш продукт, реклама не нуждается, у нас разбирает все. Вот в этом году, 50-й сезон будет, наш сахар всегда славился по всей России. Сахар – стратегическое сырье, это понимали все. И в 1967-м, когда состоялся первый пуск завода. А для небольшого города это означало и стабильное наполнение бюджета, и рабочие места, и доход многих сергачских семей. Открытие положило начало создания целых рабочих династий. Почти 40 лет трудится Иван Жуков, оператором диффузной установки. Здесь также работают его жена и сын. Общий стаж семьи составляет 92 года. Сахарный завод стал градообразующим предприятием, от которого зависело и продолжает зависеть жизнь многих людей. Вместе с заводом разрастался и поселок. Улица Заводская на первой линии и на отведенных участках земли работники строили дома, разбивали сады и огороды. Несколько шагов до проходной, а из окна всегда видны производственные корпуса. Сегодня многие уже на пенсии, но не отделяют свою жизнь от жизни родного предприятия. Светла на ремонт ухает, а дальше работает завод. На ветры светла поступает. Ой, мы тут все слышим. А смотри, будет как христиан. Все слышим. Мы там столько лет поработаем, всю жизнь. 26 лет связывают с заводом Елену Николаевну Полознову. Она вспоминает, как во время простоя в весенне-летний период придумали выпускать леденцы. Сделано это было только для того, чтобы занять женщин, дать им заработать, сохранить рабочие места. Технологии играют важную роль, но по мнению Елены Николаевны, главное это люди. Производили леденцы, петушки на палочке, вот эти были леденцы. Утверждали цену на нижнем. На этот петушок цена была нам утверждена в размере 5 копеек. Конечно, это не заработало экономику завода, но хотя бы мы сохраняли этих уникальных людей, этих профессионалов. Мы с заводом неразлучны. Завод видим из окна, интересуемся всегда его жизнью. Связи у нас не утеряны с заводом. Очень добрые отношения с руководством. Появились такие люди, добрые, что поддержали завод. И сейчас завод, мне кажется, надежно в руках. В течение нескольких лет сергачским сахарным руководил Александр Чухванцев. Поэтому он в подробностях и с любовью может рассказывать о тонкостях всех технологических процессов. Теперь Александр Александрович на заслуженном воздухе. Выращивает кур, яркие цветы, помогает жене на огороде. Но где бы он ни был, мысли его всегда озаботят. На сегодня, в связи с машинами, с обработкой, свеклой, затем уборкой, транспортировкой, складированием, все сейчас механизировано. Стало много проще от работы. У этого завода большое будущее. С удовольствием устраивается на завод и молодежь. После окончания сергачского агропромышленного техникума выпускникам им нет необходимости уезжать из города в поисках работы. К примеру, для Натальи Костешовой 2017 год стал точкой отсчета в ее трудовой карьере. Я верно нас сюда устроилась. Но для людей, которые здесь очень давно работали, конечно же, радость, счастье. Потому что работы в сергаче нет, кроме большого забота этого сахарного. Два года назад, в феврале 2015 года, счастье заводчан оборвалось. Сергачский сахарный объявлен банкротом. Производство остановлено. За долги отключена подача электричества. Людям не выплачивают зарплату. Собственником предприятия в этот период был финансовый холдинг «Акбатс», который располагался в Казани. Вероятно, что территориальная удаленность, а также незаинтересованность и продолжительное бездействие руководства привели к развалу некогда успешного предприятия. Началась настоящая война. Прежние собственники приступили к демонтажу оборудования, которое воспринимали уже только как металлолом. Тогда на защиту цехов плечом к плечу встали возмущенные рабочие. Мы прекратили. Дорогу автомобилем вызывали подмогу. Пришли ребята со стороны, ну, в принципе, с других цехов. Ну, естественно, кто-то с монтажками. В общем, с оружием, так сказать, холодным. Вот, и пригрозили. В это время позвонили нашей администрации, медицинской полиции. Частное дело акционерного общества превратилось в трагедию областного масштаба. Дорогу предприятия составлял почти полтора миллиарда рублей. Без средств существования остались многие семьи, а местный бюджет лишился значительной части дохода. За судьбу завода переживали все горожане, но изменить ситуацию они тогда были не в силах. Когда наступил этот кризис, я часто захожу к маме, поопричаю. И очень нравится, я зашел поопричаю, и я увидел в глазах мамы слезы. И не мой вопрос. Он мне был задом, он был в глазах ее. Олег, а что дальше будет? Вообще, как жить? Олег, а что ты сделал в этой ситуации? А все ли ты сделал? Я не смог ответить маме на этот не мой вопрос ответом, что все будет хорошо. Люди вышли на митинги, а во все инстанции, включая администрацию президента России, летели письма рабочих с требованием вмешаться. Депутат законодательного собрания от Сергачевского района Александр Ефремцев на личном опыте ощутил весь драматизм ситуации, когда вместе с жителями Сергача отстаивал право предприятия на жизнь. Маленькая девочка везде в окно держала, такая вот надпись у нее была. Пожалуйста, сохраните наш завод. Наверное, отношение к всему происходящему окончательно сформировалось именно тогда, именно чисто человеческое, потому что за столбиками цифр, инвестициями, какой-то ему вкройностью за старыми технологиями иногда не видно, насколько то или иное предприятие действительно важно. В требовании были услышаны. Правительство Нижегородской области принимает решение о сохранении и поддержке предприятия. После сложных переговоров с рядом профильных инвесторов на передний план выступает холдинг ООО «Агроферма Весна», который был признан способным не только погасить все долги, но и реанимировать завод в целом. Новый собственник экстренно приступил к плану оздоровления предприятия. В первую очередь были погашены многобиллионные долги. Во-вторых, работникам начали стабильно выплачивать заработную плату. В-третьих, началась полномерная комплексная реконструкция, поэтапный характер, который не требовал полной остановки производственных мощностей. Чуть потратили денег завод, привели в какое-то более-менее состояние нормальное, что он дышит. С тем, что в этом году было производство, работало. К концу этого года мы делаем большой проект. И в следующем году, мы считаем, после окончания этого сезона и до начала следующего, мы хотим завод полностью реконструировать. Скорее всего, это дело пойдет на следующий, 18-й год. Ну, может быть, на 19-й, потому что мы не хотим в сезон пропускать. Поэтому мы сейчас все проектные работают, все сделаем, технику закажем. Мы хотим закончить сезон и завод перестроить. В планах уже к 2020 году поменять всю технологическую цепочку, произвести глобальную модернизацию оборудования, отремонтировать цеха и построить новые производственные площадки. У агрофирмы «Весна» большие планы. Переработка сахарной зверху из 3 тысяч вырастет до 6 тысяч тонн в сутки. 100 рабочих сезонных дней можно продлить еще на 70 суток. Поэтому мы и ставим себе задачи сделать наше предприятие одним из самых энергоэффективных отраслей. Хотим сделать это эффективным с точки зрения снижения затрат на производство продукции, на производство килограмма сахара. И для этого мы стремимся соединить самые лучшие технологические и технические решения. Причем ищем их не только в нашей стране, а и во всему миру. Поэтому мы пытаемся соединить единую цепочку, которая как раз бы нам и позволила сделать предприятие одним из лучших в отрасли. Это будет абсолютно новый, реконструированный, модернизированный завод с использованием ноу-хау. Это станет возможным за счет новых помещений хранения. Заморозки и увеличения, если хотя истинных земель, кроме сахарного песка, здесь вскоре будут запущены новые линии фасованной продукции. Достигнуть амбициозных рубежей в будущем помогают пошаговые изменения в настоящем. С приходом нового собственника мы совершенно почувствовали другую жизнь работника завода. Во-первых, вкладываются значительные средства уже на ремонт, в плане на модернизацию. Поэтому, во-первых, работники регулярно получают заработную плату. Народ понял, что новые собственники теперь думают о предприятии. Сейчас кристаллизатор обновленно будет монтироваться. Это уже под доработку в 6000 тонн. В сутки мы заменили силовой трансформатор на подстанции на мощностью 6,3 мегаватта. Это очень значительно. То есть один трансформатор сейчас может справиться с общей нагрузкой всего предприятия. Что сделал инвестор, который пришел к нам? Сделал лабораторию первым годом. Вторым годом сейчас мы закупаем оборудование, чтобы четко и правильнее делать анализы по синей технологическому потоку. Будет меняться все оборудование в самом заводе. Это мы будем ставить как диффузионный аппарат, но в колене. Будем менять вакуумные аппараты. Будем ставить неприживные вакуумные аппараты. Но в России это существует только на двух заводах. Мы тоже хотим как-то идти в ногу со временем. Сергачевскому сахарному заводу исполняется 50 лет. Символично, что именно в юбилейный год предприятия обретают второе дыхание. Возрождая словно птица феникс и устремляя свой взор в будущее. Ежедневно все и все здесь соприкасаются со сладкой субстанцией, сладким продуктом в том или ином виде повсюду. Однако сахарной жизнью назвать труд работников завода никак нельзя. Сезонные капризы погоды, высокие температуры в стихах, ночные вахты, физическое и моральное напряжение. Но именно это не сахарная жизнь и делает этих людей радостными, счастливыми, а главное уверенными в завтрашнем дне. Если использовать современные технические и технологические решения, если правильно организовать процесс, если люди, которые работают на предприятии, будут профессионально образованы и призваны к своему делу, то я считаю, что у завода есть перспектива жизни для работы в будущем. А если есть перспектива жизни для работы, значит, безусловно, есть достаток в семье, это рабочие места, и, соответственно, есть перспектива и у того же города, района и так далее. Меня очень радует, что пришел инвестор, что акционер принимает такие решения, и строит такие грандиозные планы, совершенствуется технология, вкладываются деньги в модернизацию. И, знаете, мне просто очень зарядны тем людям, которые сейчас трудятся на заводе. Это так здорово. О чем мечтали мы в те годы, они сейчас это реализуют. И дай Бог, чтобы все планы, все мечты сбывались. И сейчас это действительно такое хорошее время смотреть назад, оценить настоящее и уверенно двигаться дальше. И пожелать работы, процветания, пожелать выхода на новые рубежи. И, безусловно, на сегодня, снижение шаги пришедших на завод людей вселяют надежду и уверенность в то, что завод был, завод есть и завод будет. Так он будет гораздо лучше и эффективнее того, что было в истории. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово для первенства и награждения предоставляется главе Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитинову. Дорогие друзья, коллеги, дорогие сергачане, работники сергачества сахарного завода, ветераны, мне очень по-настоящему отрадно не только в день вашего юбилея здесь посетить замечательный город, но еще и в момент подъема завода его возрождения. Я вот сейчас смотрел этот ролик замечательный, слышал рассказ и нашел для себя, я считаю, очень важный, вечный вопрос, как решать проблемные ситуации на соответствующих активах. Обычно принято считать, что нормальная работа администрации в области, администрации района с инвесторами привлекает таковых инвесторов, и вот, собственно, и рецепт. На самом деле, конечно, не в этом дело. Дело в, уважаемые друзья, в вас. Вот я смотрел на интервью, которые давались, коллеги, собственно, на наших митингах поверили в вас, в то, что с вами можно возродить завод. Вы его отстояли. Потом своими руками, своим трудом начали восстанавливать и создавать условия для его дальнейшего развития. В ролике было сказано, что труд на заводе тяжелый и работу, жизнь сахарной не назовешь. Я все-таки пожелал бы вам, чтобы горький период остался не всегда позади, а впереди был только сладкий период, сладкая жизнь. Для этого есть действительно сейчас все основания, потому что инвесторность стратегически, у него инновационные подходы, и он обязательно все преимущества, которые есть у завода, реализует, использует. А преимущества они есть, в первую очередь, это логистика, то, что он самый северный завод. С одной стороны, это амбиция, то, что выращивает в нашей полосе свеклу, это эффективно, с высокой выраженностью, это целая наука, искусство. С другой стороны, вокруг огромные рынки сбыта, и гораздо эффективнее продавать товар, продукцию в целом ряде регионов отсюда, чем с юга, с южных регионов. Я думаю, что однозначно завод ждет хорошее будущее, а вместе с ним и Сергайский район, уверен, что он станет таким драйвером, якорем для будущего развития. Хотел бы вас искренне поздравить с этим юбилеем, пожелать вам самого-самого всего лучшего и развития вашего завода, вам работы и счастья в ваших домах. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, подожди, область и аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ежедневно доказывает известную фразу «кадры решают всё». И, конечно, в этот праздничный день мы хотели бы отметить лучших из лучших. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие завода благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждаются. Следствие реки ИА, Балахонов Алексей Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Амчикащица инвестиций Леонтиева Цыния Рикватовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник механической мастерской Евгодимов Юрий Петрович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почетный диплом и губернатор Министерской области награждается. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, нужно за выход. Главный технолог Рыском Валерина Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 История свободы неразрывно связана с историей страны. Сегодня мы попытаемся обратиться к воспоминаниям об основных веках славного пути 50-летнего предприятия. И начнем мы с 1967 года.